Если ты не установишь контакт с животным, с которым ты работаешь, все твои опыты, которые ты ставишь, не будут иметь никакого абсолютного значения, потому что животные, собаки, они существа умные. Они сразу понимают, что хочет от них. Лаборатория Курцина располагалась в этом здании Иван Терентьевич. Там было очень много сотрудников научно. Порядка, наверное, 17-16. Где-то половина из них, человек 10, они работали на собаках. Бережь всего, чтобы начинать работать с собаками, и надо выбрать собаку, которая тебе будет подходить для работы. Далеко не каждая собака подходит для каких-то экспериментов. Прежде чем работа с высшей нервной деятельностью, если мы работаем с собаками, требует от того, чтобы собака была равновешенной более-менее, которая бы шла с удовольствием на контакт с сотрудником и не была, конечно, такая запуганная. Потому что собак же много привозили. Бывали такие собаки, я вижу, агрессивные очень. Это сразу же отметается. С агрессивными собаками нельзя работать. Собаки пугливые тоже. Негодные для работы, хроническом эксперименте. Поэтому надо обязательно было понимать, что тебе надо и для какой работы. Если работа шла с собаками, предположим, по условным рефлексам, это высшая нервная деятельность, это собаки, которые практически должны... Но они прежде всего ещё и проводились операции. Продолжим, павловская фистоложелудка знаменитая, по массу сделанная. Собак сначала оперировали, потом для условно-рефлекторной деятельности им выводили слюны и протоки на щёчку. Камеры, когда вот эти взлоконепроницаемые, выработки условных рефлексов, это, да, действительно камеры должны быть взлоконепроницаемыми, чтобы собаку ничто не отвлекало. Она знает только своего сотрудника и знает своего лаборанта. Больше собака не должна реагировать. Что касается содержания собак, в те времена, это были сейчас 70-80-е годы, это было прекрасное содержание. Денег хватало на то, что, во-первых, было много собак. Собак хорошо кормили. Собак кормили так, что никаких проблем с... Вот некоторые, да, вы их мучаете, они худые, все были здоровенькие, все были плотного телосложения. И все... Очень, кстати, собак очень любят работать. Когда они их ведешь, лаборант ведет их на обод, они с радостью выскакивают из своих клеток в собачники, бегут. Тут же, они были приучены, тут же вскакивает на станок, на рабочий, где они стояли. Станок представляет собой такое возвышение. Значит, горизонтальная поверхность покрыта была линолеумом. Потом подходили специальные такие навесы, где вешались лямки, чтобы ее вставить в лапки, в лямки. И четыре ножки собаки вставили в лямки для того, чтобы она не отвлекалась, не собиралась куда-то идти против нас. Она дала, чтобы она работала. Кстати, собаке в этом со временем даже не надо было в лямки ставить. Они настолько привыкали, что они спокойно стояли, спокойно понимали, что от них требуется. Каждый раз после опыта они имели подкрепление. Они получали мясо, они получали молочко, они получали иногда даже вкусные такие косточки. Кстати, каждый сотрудник приносил из дома что-то, у каждого что-то оставалось. Поэтому собаки были очень даже довольны. Настолько была тесная связь с собакой. Например, некоторые сотрудники, в том числе и я, когда собачка, предположим, заболевала или по условиям опыта приходилось с ней расставаться, мы плакали. Потому что действительно собака – это как человек, к ней очень быстро привязывается, и собака в свою очередь привязывается. И они, по-моему, взаимно хорошо друг к другу относились и нормально свои опыты. Еще раз подчеркиваю, если собака не найдет общего языка сотрудника или сотрудник с собакой, практически можно вообще не работать, потому что экспериментов нормальных не будет. Должна полностью доверия и полностью хорошие, добрые отношения. Иногда сотрудник использовал несколько собак на опыт. Значит, приводилось там две-три собаки, одна бралась в опыт. Две ожидалки сидели на палатках и ждали, когда, значит, за ними придет лаборатор. Когда сотрудник приезжает, он начинает, если это эксперимент чисто электрофизиологический, да, начинает готовить приборы, стимуляторы, усилители, которые им вылагаются. У нас были собаки, в которых снимали электроэнцефалограмму, значит, надо было включать приборы. Приготовлялась, соответственно, еда, которая нужна для собак. Предположим, если это опыты по выделению желудочного сока, значит, так, какие-то кусочки мяса, которые собака должна была реагировать, и, значит, отвешивались к фистоле, которая вставлялась в желудок, соответствующая посуда такая легкая, и туда, значит, капал желудочный сок. Таким образом, опыты проходили, но на собах не больше трех часов, а иногда и меньше, потому что собака, она четко знает время проведения опыта. Вот я замечала неоднократно, когда вот у меня были собаки, у меня они вообще лежали на станке, потому что у нас были опыты с регистрацией электрической активности, были приоперированы, в форм электроды вставлены в соответствующие отделы головного мозга. Операционная была тогда прекрасная, и все было, и оживаемость была практически стопроцентная. Три часа двумя с собой. Если я где-то задержалась, лежу, собака начала беспокоиться, потому что три часа прошло, надо заканчивать. Я на нее намекала, я там до сих пор могу понять, как они эти временные отношения соблюдали с собакой, но тем не менее, это было. Я была свидетелем того, что собака, так она будет лежать спокойно. Представляете, она лежит на боку, ничем не привязанная. У нее подсадены датчики, там электроды, все, она лежит тихо спокойно. Иногда даже закрывать лоски и дремлет. Как только три часа, все начинает сразу, голова крутится, собака начинает понимать, что время прошло, и уже надо заканчивать. Тому, как собака считает пройденное время, надо уже заканчивать. Когда их начинали снимать со станка, для того, чтобы уводить, они еще старались как-то к тебе бежать, чтобы ты погладила, чтобы ты доброе слово сказала, естественно, все это мы делали, когда их уводили. Они еще за это подкрепление получали обязательно, потому что любое животное должно понимать, что за это они получат вкусные каши. Они ждали, очень привыкают к человеку. Даже вот когда стояли непривязаны, все они понимали, что это надо. Если надо что-то, начинают они там баловаться. Вот так немножечко строго скажешь, спокойно. Они так вздохнут, спокойно возжаться, голову положат. То есть прекрасное совершенно существо. А вот собаки, помощники, Альма, Найда, это мальчики Бобик, Шарик, Пеструшка такая была, пёстренькая собачка, Рыженькая, так прямо Рыжик называли, Пальма, Дейзи, Мэри, лаборант приводит новую собаку, да? До этого мы, конечно, с ней ходили, смотрели. Мы же не брали, для моих опытов, нам не нужны были очень большие собаки. Мы брали где-то приблизительно там 18-16 килограмм девочек, добрых девочек, потому что, мне кажется, собака будет лежать непривязанными. Всё, и тут же сразу же мы крички им давали. Липся, например, такая у меня собака была. И они хорошо, они буквально очень быстро привыкают. Приводишь их там первые, вторые, еще первые два дня они так как-то осторожно так, ориентировочная реакция на людей, на помещение. А потом где-то третий, четвертый раз они уже совершенно спокойно входят, ничего, уже не боятся, тик, спокойно. Мы с ними можем работать. Но рано или поздно всё равно контакт установится, если, конечно, сотрудник не будет там взвобствовать, не будет там наказывать собаку. У нас это запрещено абсолютно, чтобы наказывать собаку. Одна же у меня была такая собака, но вот собачка была небольшая. Она настолько была по своей природе саморубленная в себе, она не признала никого. И она не разрешала себя дотрагиваться. Она вся напрягалась, я не могла проколоть ей кожу с мышцей, потому что она вся. И она начинала уже агрессировать. Потом ещё одна была такая собачка, она старенькая уже была. Она почему-то всё время лаяла. Ей что-то не нравилось. Она какая-то такая была немножечко пассивная такая какая-то. Её приведём, поставим на станок. Она всё время начинала ага-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Я Альма её завалю. Я говорю, Альма, в чём дело? Что тебе не нравится? Она мне так посмотрит. И опять ау-ау-ау. В принципе, так, если статистику брать, практически, конечно, с любой собакой можно найти общий. Лаборант её приводила и уводила. А для собаки гуляние – это очень приятная процедура. И все подкрепления после опыта ей в мисочке несла лаборант, то, конечно, на первом месте был, конечно, лаборант. Ну и потом, естественно, она меня тоже знала и любила, и всё. Но поскольку там два таких, понимаешь, начала, как еда и гуляние, поэтому, конечно, немножечко так поворот был в сторону лаборанта. Была цепь с карабином. Если несколько собак приводили. Почему ячейки? Потому что они не подрались. Или ещё что-нибудь. Или по шесть собак было. Всех не надо, по одной надо. Поэтому одну брали, станок, это стояла, ждала. Потом станок приводили на это место, а тут забирали, стояла. Чёрный ход. Просто берёшь поводок, идёшь по дороге, заходишь на Биварий, подцепляешь собачку, а то и по две, как они ходят вместе, ставишь их в клетки и всё. Каждый разбирает своих собачек. А кормили, как бы на Биварии их кормят. А мы просто подкармливали собачку в знак благодарности, как они стояли. Востояли, ждали своей очереди. Они должны прийти, как бы сказать, голодные. Есть операционная, там их выхаживают. Там мы за ними ходим и ухаживаем, кормим и наблюдаем. И так же их кормили. Специальная пылочка была у нас заказана, чтобы из операции её положить туда, тёпленькая. И они там лежали. Собаки, кстати, очень быстро выхлёбываются после эпохи. Она ещё была под наркозом. Мы перед операцией приводим её. Там подготавливают. Операция. И после операции они должны там какой-то срок по мере возможности выздоравливания. После операции там действительно вот эта была будка, которую я лично заказывала для своих собак. Да, сами что заказывали. И там действительно выезжали они на матрасиках и кормили мы их там. И я говорю, три-четыре дня, всё, после этого они из будки забирались, помещались в клетки. Там, собственно, клетки тоже были в операционной. Ещё неделю они там, как бы, цаклёмывались. Потом мы забирали их в собачки. Могу сказать, что одну собаку, которую мы брали с какой-то ближайшей деревни. Кстати, хорошая собачка была. Но она сбежала от нас. И сбежала она опять к своим хозяевам. Другая собачка у нас была, которая просто вот Нина с ней гуляла. И она, значит, вырвалась и побежала. Побежала вот сюда вот в парк. Она была рабочая, садата, её жалко было терять, конечно. И мы даже вдвоём за ней гонялись, 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 гонялись. И в результате настолько уже утомились, что так вот присели. Это было летом, по-моему, шли на траву. Она спокойно потом, после того, как мы два часа за ней гонялись, она от нас убила, как-то она игралась с нами. И когда мы сели спокойно, она быстренько подбежала и села около нас. И всё. Осталось протянуть руку, взять её за шиник и спокойно отвезти. Это уже я думаю, ну всё, пропала. Липочка, понимаешь? Липочка её звали. Ну, потом нам же их привозили, не таких там домашних. Самая любимая, вот, наверное, Липочка и была самая любимая. Такая рыженькая, хорошенькая собачка. Ведь какую собаку любишь? Добру и которая хорошо работает. Собака, которая добра и которая тебя любит, и ты же чувствуешь, когда собака тебя любит. Очень хорошо появляется. Липочка, она после окончания опыта обязательно клала мне лапы на плечи, и чтобы я её гладила обязательно. Прям всё. Вот я её гладила, она мне голову положила на плечи, и мы так с ней заканчивали опыт. Понимаешь? Дружескими объятиями, я бы сказала, понимаете? Вот. Ну, с ними, если ты не любишь животных, им бесполезно вообще работать. То есть собака не бесполезна. Поэтому, конечно, надо любить. Собак нет. Вот эта, которая лаяла, моя лаборатория сказала, что она дура. Может, действительно, она была дурная. Потом вот эта вот, которая маленькая собачка, она дурная была. Потому что, ну, что это такое, не дотронуться на неё. Вся прямо маленькая, как сейчас вспомни, такая вся, как только берёшь шприц, к ней подходишь, она сразу вся напрягалась со страшной силой. У неё прямо мышцы прямо вырисовывались. И не давала никакого укола сделать. Ну, это очень редко, когда такие собаки. Они хорошие, добрые животные. Наши собаки не кусаются. Нет, у нас не было такого. Потом, когда со временем мы уже привыкли к ним, прям уже даже по морде видно. Злые, не злые. Злые собаки, они как-то, ну, правда, настороженные. Они как-то прячут глаза. Добрые собачки, они сразу видны. Такого, чтобы кусали не было. Хотя мы иногда и больно, может быть, делали. Тем не менее, они никогда не агрессировались. Я понимаю, что, может быть, собакам и не очень комфортно, потому что опыты иногда бывают тяжёлые, опыты бывают иногда болезненные. Но это изводные всё терпят. И я, и другие физиологи, которые работают в Долгомске, понимаем, что мы где-то что-то, конечно, могли бы, наверное, этого и не делать. Но а если не делать, то кто? Поэтому во имя действительно того, чтобы каким-то образом помочь человеку, по состоянию физиологии чаще всего подходит собака. Жалко. Я могу вам сказать жалко. Мне животных жалко. Когда у меня пару раз после операции погибли собаки, я плакала. Я просто плакала. Потому что жалко их. Очень жалко, конечно. Ну а что? А что делать? Ну ничего не делаешь. Ты понимаешь, что если ты это не будешь делать, то просто-напросто уже думать, что бросать вообще, тогда уходить. Жалко. Да, жалко. Но выхода другого нет. Как-то да. Как-то глушить. Как-то да в себе. Открывать это тем, что более высокое есть. В этом всем это помощь человеку. Все вот эти искания физиологов идут даже до Павлова. Все направлено на то, чтобы облегчить жизнь человека, его болезни, его страдания. Конечно, негуманно. Здесь, понимаете, столкновение негуманного и негуманного понятий. Негуманно может быть действительно собаку заставлять там на опыте стоять, делать какие-то болезненные вещи, оперировать. Но с другой стороны, негуманно, когда ты понимаешь, получаешь хорошие результаты и понимаешь, что эти результаты помогут потом для того, чтобы людям было легче жить. Наверное, с этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok